добрый день коллеги у нас с вами начинается очередная очередной эфир полчаса с экспертом практически предновогодний эфир с очень интересной животрепещущей темой которую сегодня нам расскажет наш эксперт центра компетенции моего лига каравайнеров республики татарстан директор по проектам туризма развития территории консалтинговой компании верное решение сергей маслехин а также он расскажет об основных инициативах рост туризма в двадцать первом году программа к областное развитие сельских территорий строительство инструктуры и программа строительства структурных объектов в рамках индивидуальных программ с регионов российской федерации моногородов и стратегических регионов эта тема которая действительно нашла отлик у наших слушателей это тоже просили поэтому не буду долго затягивать сергей добрый день передаю вам бразды правления начинайте ваш увлекательный спич добрый день уважаемые коллеги видно ли мою презентацию запускайте экран пожалуйста как раз посмотрим пока нет пока не видно пока сергей настраиваю технику хочу сказать что у нас еще предновогодний будет выпуск он будет интересный поэтому не пропустите будет отдельно анонс сегодня можно задавать много вопросов связанных с финансированием с программами поэтому пожалуйста пользуйтесь возможно все я вижу запущена презентация так что сергей приступайте к вашему спичу добрый день уважаемые коллеги спасибо большое организаторам за представление а тему озвучили кто выступает озвучили перехожу сразу ко второму слайдику соответственно это ответ на вопрос спикеры кто немножко наших регалиях презентацию организаторов будет я сейчас подробно останавливаться не буду а проговаривать для кого мероприятие тоже наверное смысла большого нет мы работаем сейчас тем кто онлайне кто подключится трансляции посмотрит видео позже соответственно основная тема у нас сегодня где же собственно говоря взять деньги на кемпинге на инфраструктурные объекты на бизнес объекты то что прямую приносит доход и то что является необходимыми элементами такими как указатели разметка и так далее останавливаясь сейчас на первом блоке под названием а который подкрашенный нас коричневым цветом да собственно говоря доходными объектами я даже не ставил себе целью начать перечислять возможные доходные объекты которые являются бизнесом для кемпинга понятно что можно зарабатывать проживание питание оказание услуг проката спортивного другого инвентаря то есть не было такой цели до перечислить кто-то объекты туризма гостиница кто-то объект туризма прокат кто-то объект туризма там я не знаю прокатной станции по автодомам сейчас последнее время очень актуальная тема спрос колоссальный на эту сюда так дальше собственно вот об этом сейчас поговорим про бизнес объекты я перечислил на этом слайдике возможные источники финансирования понятно что их можно классифицировать как на условно заемные и возвратные процентные беспроцентные грантовые так называемые в простонародье халявные и так далее да соответственно мы будем говорить про ростуризм его инициативы чуть подробнее дальше будем разговаривать кратко здесь остановлюсь про льготные займы фондов вот например если кто не знает или может кто слышал на всякий случай повторим в регионах существуют фонды которые формируются из бюджета из государственного капитала ну например в республике торста фонд финансовой поддержки у кого-то в регионах они регионах они могут называться фонды развития малого среднего предпринимательства фонды микрофинансирования общий смысл этих региональных структур в том что они могут выдавать низкопроцентные займы иногда и беспроцентные но чаще всего ниже ключевой ставки центробанка они банк россии не могут и мы ведем речь о займах по 3 процента годовых иногда 1 процент годовых 5 процентов годовых как правило это относится к категории микрозаймов то есть лимиты таких займов миллионов 5 обычно иногда еще бывают региональные фонды развития не только микрофинансов производственной сферы но мы не сейчас мы говорим сферы туризма сферы оказания услуг просто мало и среднее предпринимательство вне зависимости от отрасли сферы которые занимаются поэтому иногда лимиты таких займов больше не 5 миллионов а больше их всех объединяет то что это средства возвратные целевые то есть надо вернуть тело займа иногда с процентами иногда без процента есть еще такой фонд развития моногородов характерно будет для туристических проектов которые ну скажем так ядро основа находится в каком-то монопрофильном муниципальном образовании под названием моногорода но например сам проект реализуется в черте города или близко в пригороде фонд моногородов выдает льготные займы ну например если речь идет о займах до 250 миллионов рублей под банковскую гарантию или под гарантию корпорации мсп или под гарантию мсп банка то ставка 0 процентов годовых и надо вернуть фонду только средства самого займа если о суммах больших на на большие проекты больше 250 миллионов рублей там пяти процентная ставка идет пять процентов годовых в рублях и соответственно в качестве обеспечения уже выступают залоги поручительства в принципе работа с этими фондами значительной степени напоминает работу с банками то есть это тоже заявочные компании это тоже пакет документов это тоже обеспечение поручительства иногда залоги это тоже возврат это тоже договор только не кредитный а договором займа следующая группа льготные кредиты для малого среднего предпринимательства то есть чаще всего туризм у нас относится к категории либо микробизнеса либо малого бизнеса иногда перерастает например средний да если мы говорим о какой-то франчайзинговой сети какой-то гостиничной сети сети там может быть общепита или сети объектов туризма состоящих из объектов капитальных затрат на большую сумму там где уже обороты да но все равно в категории микро малое среднее предпринимательство если льготные кредиты льготные кредиты они чаще всего доступны у таких банков как агролизе ростсельхозбанк банк мсп банк и бывает варианты еще так называемых обычных коммерческих кредитов коммерческих банков то есть вот те банки которые перечислил ростсельхозбанк и мсп банк это государственные компании то есть у них в основном капитале бюджет скажем тогда государства государственной структуры вот например обычные коммерческие кредиты сопровождаются часто региональными программами по субсидирование процентной ставки то есть можно взять обычный коммерческий кредит выполнив условия банка и обратиться в структуру которая занимается поддержкой малого среднего предпринимательства у кого-то это департамент экономики у кого-то департамент промышленности у кого-то это министерство экономики у кого-то это фонд но у них есть программы часто во многих регионах я их наблюдал по субсидированию части процентной ставки например можно с помощью этой субсидии довести свой банковский кредит там до ставок государственных банков например там до 5 процентов годовых в ряде случаев иногда субсидируются и более значительные суммы ну например в республике патарстан есть программа процентной ставки при соблюдении ряда условий государство может погасить всю процентную ставку и фактически процентный кредит превратится в беспроцентный кредит то есть все так же надо возвращать банку тело кредиты и проценты потом государство субсидирует например раз в год обратившись в государственный орган получить компенсацию форме субсидии таким образом ну вот скажем уже что называется в чистом итоге это получается без процента кредита так есть еще государственные лизинговые компании то есть как вы обратили внимание государство уже давно вышло на рынок микрокредитования кредитования в целом и еще лизинга тоже да она конкретно вмешивается в лизинг и банковскую деятельность но цель такого вмешательства это выдавать кредит или лизинг на объекты с которыми не государственные частные лизинговые компании банки предпочитают не работать в том числе туристическая сфера туристическое оборудование прокатное да автодома автобусы например да то есть так называемый lcd легкий коммерческий транспорт иногда и целые объекты для строительства там общепит гостевой дом небольшая гостиница тоже по ряду причин не кредитуются и не лизингуются коммерческими банками а вот государственные лизинговые компании банки они обязаны работать по республике персам могу сказать здесь есть представительство трех таких региональных и государственных лизинговых компаний по всей россии есть четыре региональные лизинговые компании которые учреждены правительство регионов и корпорации развития мсп argued они по ась красивую компанию если не память не изменяет они находятся территориально в казани в уфе в Ярославле и, по-моему, в Саха-Якутии, но работать они обязаны по всей территории России, то есть можно обращаться в любой из этих филиалов, они экстерриториальные, они обязаны работать дистанционно с субъектами МСП по лизингу по всей территории России. Ну, в принципе, вот еще в Татарии тоже помню, есть бутат лизинг, это уже республиканская структура, есть лизинговая компания малого бизнеса, тоже республиканская структура, они тоже лизингуют. Про налоговые льготы немножечко остановлюсь. Если вдруг туристический проект попадает в черту луна города, то есть налоговые льготы, так называемые территории опережающего социально-экономического развития. Это тоже все, как и ранее перечисленная тема, тема большая, глубокая, и раскрыть ее за одно мероприятие, ну, практически, наверное, бессмысленно, то есть у нас по опыту консультаций конкретных заявителей по ряду программ, да, по каждой фактически из программ, одноразовая консультация меньше часа полтора, потому что все равно есть условия, сами понимаете, да, есть особенности, и мы обсуждаем в том числе чувствительные и щепетильные вещи конкретного бизнеса. Так, значит, это льготы территории опережающего развития, как один, если в моногороде реализуется, да, или на территории Дальнего Востока, или, например, там Забайкале, который сейчас тоже в Дальневосточный федеральный округ ходит, и по моногородам. Есть льготы особоэкономических зон, конечно, в том числе туристко-рекреационного типа, но я думаю, что здесь мы пока, наверное, не будем тоже рассматривать, но чтобы вы в курсе были, такие вещи тоже есть. Особоэкономические зоны, туристко-рекреационные направленности, они тоже дают льготный переференциальный режим. В данном случае льготы в качестве пониженных ставок налогов, ну, для тех, кто, например, работает на обществе налогообложения, но, например, территория опережающего развития, она также подразумевает льготы по страховым вносам, знаете, да, пенсионные, социальные, медицинские, обязательно страхование, да. Стандартные ставки, там, 30, сейчас так называемые путинские ставки, это 30 с минималки и 15 с суммой, превышающей минималку. Вот, в территориях опережающего развития такая ставка и 7,6% без учета страхования от несчастных случаев. Есть также и такая вещь. Есть еще инструмент у многих регионов, так называемый режим регионального инвестиционного проекта. Он тоже дает льготы, ну, в частности, по налогу на недвижимое имущество, это с объекта капитального строительства, да, и по налогу на прибыль, если кто работает на общей системе. Так, это общий такой обзор, сейчас немножечко про Ростуризм. Соответственно, по вот такие намерения у Ростуризма финансирование в 2021 году по грантовой программе. Грантовая программа, если кто не знает, реализуется по постановлению правительства 16-19. Здесь в картинках, здесь дальше текстом, собственно говоря, что под картинками, это было озвучено сотрудникам Ростуризма в рамках грантовой компании 2021 года. На всякий случай напомню вам и про то, что сейчас, что в грантовой компании 2021 года было охвачено грантами, на какие направления можно было подавать заявки и, соответственно, участвовать в конкурсе, заключать соглашение, получать финансы. А презентации будет организаторов, я поэтому подробно не проговариваю. Это просто из цитаты из постановления. Также напоминаю всем участникам о том, что сейчас разрабатывается и скоро будет утверждаться национальный проект по туризму, включающий в себя три федеральных проекта. Пока конкретики о ставках, о суммах, о видах грантов нет, мы пока руководствуемся вот такими вот пунктами, направлениями, намерениями федеральных органов власти. Что они хотят сделать и, естественно, продолжить на ближайшие годы, до 2024 года грантовую поддержку, субсидии, компенсации процентной ставки, субсидии на создание обеспечивающей инфраструктуры и так далее, и так далее. На маршруты, на нормативную базу, на продвижение турпродукта, в принципе, все это нам обещает и будем следить за созданием этих федеральных проектов, за национальным проектом и будем информировать вас, может быть, организовывать дополнительные мероприятия, если Ассоциации Общенационального союза индустрии и приемства предложат на ваше внимание такие мероприятия. Так, переходим немножечко к инфраструктуре. Здесь мы, конечно, будем переключаться, то есть это чаще всего строительно-монтажные работы, подведение коммуникаций, точки подключения, там, энергогазоводоснабжение, водоотведение, такие вот вещи, парковочные, из щебенок и так далее, и так далее, все в дороге. Соответственно, здесь нам Ростуризм обещает частично закрыть вопрос с инфраструктурой в рамках национального проекта, про который я уже начал говорить, да, о том, что будет финансироваться инфраструктура придорожная, там вот слайдик с картиночками и пояснение, да. Соответственно, ждем информации об этом. Плюс, если ваш туристический проект реализуется вне территории городов, ну, то есть вот про моногорода поговорили, да, про города в какой-то степени тоже, если реализуется на сельских территориях, у Министерства сельского хозяйства по постановлению правительства 696 есть работающая, в том числе и в этом, и в 2021 году, программа комплексной развития сельских территорий. Программа тоже, естественно, непростая, есть у нее ограничения, заявителями на эту программу являются сельские поселения, то есть они предусматривают социальную, инженерную инфраструктуру, бизнес-объекты на территориях перспективного, скажем так, развития, да, и через сельские поселения муниципалитеты собирают свои заявки на то, что необходимо построить, ну, например, для какого-нибудь проекта целевой застройки, или там малоэтажного строительства, или там, я не знаю, гостевая деревня, объект сельского туризма, клуб и там, скажем, Центр народных художественных промыслов и туризма, какой-нибудь туристический информационный центр, то есть с программой рекомендую ознакомиться, там все это есть. Основная логика участия в этой программе в том, что необходимо подготовить проектно-смертную документацию и провести ее экспертизу на те объекты капитального строительства, то есть здания, сооружения, сети, коммуникации, дороги, линии электропередач, водозабора, скважина, очистные сооружения, освещение, там, периметральное или там, аллейное, там, дачный какой-то, может быть, там, поселок, да, или вот такой комплексной застройки, как и водится там понятие. И эту проектно-смертную документацию по заявке через региональное министерство сельского хозяйства подать в федеральное министерство сельского хозяйства, Минтельхоз РФ. Соответственно, эти заявки региональные Минтельхозы защищают в федеральном Минтельхозе. В случае включения этих заявок в программу на следующий бюджетный год осуществляется финансирование, то есть средства, так называемые, доводятся до бюджетных региональных, выбирается подрядчик, объекты строятся, вводятся в эксплуатацию, появляется новый объект развития сельской территории, в том числе объекта туризма. Следующая программа по постановлению 17.04. Это может быть использовано в качестве строительства инфраструктуры каких-нибудь прорывных проектов, ну, допустим, уровня туристко-рекреационный кластер или какая-нибудь, например, этнодеревня. Но здесь надо иметь в виду, что по этому постановлению правительство будет соглашаться реализовывать проекты, которые дают быструю отдачу. То есть не стандартные для государства 15, 20, 25, 30 лет налоговой отдачи на вложенный бюджетный капитал, а быстрые проекты. То есть я полагаю, что это все-таки что-то быстро оборачивает такое в туризме. То есть здесь о терминах можно, что называется, обсуждать. Логика заключается в том, что федеральная власть, Минфин, разрешает оставить тем регионам, у которых есть бюджетный долг по бюджетным займам, эти средства внутри в регионе. Построить на них инфраструктуру для какого-то прорывного проекта с быстрой отдачей и на величину вот этой самой суммы построенной инфраструктуры и налогов, которые поступят в федеральный бюджет. То есть эти еще проекты должны быть на обществе налоговложения, которые поступят в федеральный бюджет, а спишутся с бюджетного долга региона. То есть фактически деньги останутся в регионе и будут служить для развития инфраструктуры региона. Для правительства региона это очень интересная программа, самое главное защитить перечень проектов на экономическом развитии. Так, следующая программа, так называемое 316 постановление, это в рамках национального проекта по малому-среднему предпринимательству, это строительство инфраструктуры. Для индивидуальных программ социально-экономического развития есть у нас так называемые 10 отстающих регионов. Но если по республикам Мариэл Чувашия, оба Алтая, Алтайский край и Республика Алтай, по-моему Карелия, Тыва, и список известен, он утверден, я могу сейчас всех на память не перечислить, это раз. Плюс участвуют в этой программе так называемые геостратегические регионы, то есть это Арктика, это Дальний Восток, это Крым, это Калининградская область, Республика Калининградская область и приграничные регионы, то есть те, которые граничат с другими государствами. Соответственно, они могут принимать участие в этой программе и в рамках денег, которые защитит регион передмен экономом развития, они могут строить инфраструктуру для туристических проектов в том числе. То есть это тоже предусматривается. Так, собственно говоря, по сутевой части я что хотел сказать, проговорил, надеюсь, сейчас будут вопросы, я смогу на них ответить. В том числе мы проводим вот такие мероприятия, у которых слушателем являются муниципалитеты и можем отвечать на вопрос, как это скажется на показателях муниципалитета, муниципального образования. Так, немножечко здесь просто пролесну, чтобы вы понимали, что опыт у нас в проектах туризма достаточно большой и мы делали проекты там от кемпинга и, скажем, там одного туристического маршрута до уровня какого-нибудь туристско-рекреационного кластера или особой экономической зоны. В последнее время тоже по ним работаем, туристско-рекреационной направленности. Извините за то, что так вот сжато, елко, быстро, все-таки, ну, 20 минут, я могу только обозначить, да, в проектах. Готов выслушать ваши вопросы, огромное вам спасибо за внимание. Так, где у нас модератор? Модератору обратно передаю слово. Так, хорошо, я вас слушаю внимательно. Так, есть ли у нас вопросы в чате? Да, у нас есть вопросы. Вопрос заключается в том, что по тем программам, которые вы озвучили, технологически где-то получить эту всю информацию, то есть по финансированию, по тем источникам финансирования, которые вы озвучили. Есть ли у вас какая-то комплексная, вот у меня спрашивают в чате, комплексная информация либо файл, где это можно получить? Так, если можно, презентацию еще я раз вам поставлю. Смотрите, вот везде под слайдами, вы знаете, к сожалению, я не нашел, вот не сочтите похвальбой такой, да, к сожалению, я не нашел в одном месте, чтобы это было собрано. И поэтому мы как-то сделали это своим девизом, да, то есть мы у себя на сайте решения Верной РФ стараемся собирать и в одном месте размещать информацию о таких программах. Я постараюсь в ближайшее время сделать, наверное, специальную страничку по программам, которые перечислил. Понятно, что сейчас они в разнобой, да, но, например, информация по Ростуризму в разделе туризма присутствует. Там же присутствует информация по программе комплексного развития сельских территорий. Там же присутствует информация, на что будет Ростуризм давать в следующем году. Ну, видимо, надо сделать прям такой, ну, что-то типа каталога, да, вот эта презентация, к сожалению, она пока первая, в которой мы постарались собрать в одном месте, да, она будет доступна у организаторов в раз. Потом смотрите новости на решение Верной РФ в разделе туризм, и я думаю, что мы будем туда дополнять вот информацию по мере поступления, если вот такой способ удобно. Также мы по заявкам регионов и, там, не знаю, ассоциаций проводим обучение по конкретным условиям этих программ, потому что это же сейчас общий обзор. Понятно, что много надо читать постановлений или попросить кого-то рассказать, кто разобрался, потому что все они написаны государевым языком. Отлично. Вот тогда давайте сделаем так. В чат нужно скинуть, наверное, вашу презентацию, ссылка еще раз подублирую в контексте того, что мы озвучили. Сейчас перед Новым годом интерес это вызвало, но более подробно, я думаю, что мы можем прям рассмотреть это уже после Нового года, вернувшись к теме инфраструктуры, потому что особенно придорожная инфраструктура нуждается в этой поддержке, и люди спрашивают юридические основы, куда обращаться, как сделать так, чтобы это все-таки получить. Там уже можно будет предметно рассказывать о ваших возможностях, ваших компаний. И акцент, если мы берем Урал, то, конечно, Уральский федеральный округ наш. Хотелось бы получить некую информацию по специфике нашего региона. Может быть, какие-то еще нюансы, связанные с местным законодательством или софинансированием и так далее. Обязательно. Я в общий чат сбросил ссылочку на одну из страниц, по-моему, по Ростуризму, по постановлению 16.19. Но если вы слушатели не поленятся и по ветке посмотрят, там, в принципе, много материалов, связанных как раз с программами по туризму. Хорошо. Хорошо. Сергей, смотрите, у нас время подходит к концу. Спасибо за такой локальный доклад. Я думаю, что мы эту тему еще однозначно поднимем, потому что сейчас только начали поступать вопросы. Может быть, в силу предновогодних моментов люди подключились чуть позже. Задают вопросы. Вопросы я прошу оставлять под видео. Мы обязательно их рассмотрим. Если не под видео, то отсылайте мне в личные сообщения. Мы это все дело оформим и спокойно уже после Нового года с ответами на ваши вопросы подготовим еще одно выступление. Тема инфраструктуры и софинансирования, вообще понимание, как это устроено в государстве, действительно архиважна. Особенно в тот момент, когда действительно акцент делается на внутренний туризм. Туризм – это инфраструктура, конечно, в первую очередь. Вот. Сергей, вам огромное спасибо за то, что вы рассказали. Я вот даже не подключался, потому что вопросов, в принципе, не возникало очень доходчиво и понятно. Были вопросы единственного характера, которые у всех возникают. Это вопрос «как?», то есть механика. Но здесь я хотел бы сказать, уважаемые слушатели, у нас есть вот Сергей, верное решение. Он скинул свой инстаграм, свои ссылки в чат, поэтому обращайтесь к нему. Я думаю, что Сергей с радостью ответит на ваши вопросы уже индивидуально. Удачи всем, всего хорошего новогоднего настроения. И маленькая реплика о том, что регион, в том числе и федеральный округ, он в туризме, слава богу, сам по себе не живет. И туризм у нас все-таки как бы не локальный. То есть туристы все равно так или иначе едут через другие регионы и округа. И только во взаимном таком кооперации мы на самом деле сможем практически обеспечить приезд туристов ко всем желающим. И обеспечить его какой-то продолжительное нахождение на территории. Ну, чтобы он, естественно, оставлял деньги на территории, которую мы с вами развиваем. Всем удачи, всем хорошего Нового года.